Дорогие друзья, всем привет! У нас состоялась грандиозная закупка. Были сначала в светофоре. Итак, первое, что вы видите, это наш дорогой, любимый кошачий корм Пурина Дарлинг. Здесь 2 килограмма и стоит этот корм 214 рублей. Цена пока не изменяется. Кошки едят прекрасно. Илья очень полюбил вот этот вот томатный кетчуп Хайнс. 450 граммов. 41 рубль с копейками стоит. Съедает очень быстро. Также не в первый раз берем майонез Провансаль Рика. 67% жирности по цене 63 рубля всего-навсего. В других магазинах, гипермаркетах стоит 70, 80 и так далее. То есть в светофоре на него самая низкая цена. Также постоянно беру последнее время кофе Гранд. экстра по цене 159 рублей за 175 граммов. Цена просто прекрасная. Я к нему уже привыкла. Мне очень нравится. Даже на работу приношу. Вот наливаю. Сейчас девчонки говорят, ой, у нас как хорошо пахнет кофе. Ну, прям супер. Нравится всем. И мне тоже. Любимые конфеты мужа ярче. 148 рублей за килограмм. А эти конфеты с орехами, и вот он все время, где мои конфеты с орешками? Я говорю, ты съел. Ты купил мне мои конфеты с орешками? Я говорю, ну, поеду, куплю. Вот купил, наконец, он меня аж целую неделю просит, где мои ярче. 54 рубля стоят вот такие вот вафли. Вафлиные свежайшие. И вес здесь у нас 630 граммов. Мальчишки мои очень любят. Что Ваня, что Илюша. Едят с огромным удовольствием. Также постоянно беру эти пряники. Пряник, пряничный домик. Пряники заварные, северные. Здесь 700 граммовая упаковка. Упаковка. И стоит всего-навсего 64 рубля. Едят с удовольствием. Хорошие, всегда свеженькие, вкусные прянички. Этот раз, впервые в жизни, второй раз в Саратове, решила попробовать щековина классическая. Ну, то есть, это сало. Прикопченое. Что значит щековина, вот прям понятия не имею. Цена очень приятная. 166 рублей за килограмм. Этот кусочек у нас вытянул на 622 грамма. И стоит он всего-навсего 104 рубля 58 копеек. У меня мои мужики прям просят уже сало. Хотят уже такого, чего-то сытного. Вот. Жара прошла. Время к зиме. И мои медведи собрались жир набирать. Так что, буду пробовать вот этого сала. Ну, и так же, решила попробовать буженину. Ну, причем буженина из мяса птицы. 228 рублей за килограмм. Здесь 840 граммов на 191 рубль. Будем пробовать. Я уже покупала как-то наподобие что-то. Вот. Ну, единственное, свинины было сделано. В принципе, было вполне достойно. Мне очень понравилось. И мои съели с удовольствием. Печенье. Империя сладостей. Я покупала такое печенье уже неоднократно. Всем очень нравится. Воспринимается почти как пирожное. Вкус такой пряничный. И внутри имеется такая какая-то лимонная начинка. Очень приятное печенье такое. Прям просто супер. Мои все восторги. Мальчишки. Это все, что я купила в светофоре. Потратила в общей сложности 1432 рубля. Кстати говоря, обманула. Корм Дарлинг подешевел. Стал стоить 211 рублей 50 копеек вместо 214 рублей. Была в магазине на Вольском тракте этот раз. Товара много. Привезли новый гель для стирки. Там 2,7 литра по цене. Всего-навсего 95 рублей. Сначала хотел взять. Потом думаю, нет, не буду брать. Мне надо использовать все гели, которые там у меня есть средства для стирки. Только после этого начну что-то новое покупать. Открыла, попробовала я вот эту кашу. 38 рублей. Стоит за 350 граммов. Мне она очень понравилась. Достойная каша. Обычная овсянка. Только попадаются кусочки чернослива и абрикоса. Очень вкусно. Заехали в Победу. В Победу заехали специально для того, чтобы купить кошачий корм Лапка. Там на такого рода корм самая низкая цена. 8,90 что ли, что-то вот такое. Наши кошки также едят с огромным удовольствием. Берем прямо-таки коробками. То есть так, чтобы на месяц хватило. В день съедают 2-3 пачечки такие. Ну, это вот плюсом еще сухой корм. Под этой же крышей, под крышей магазина Победы, находится магазин от завода Добрая Буренка. Это молочный комбинат наш. И там прямо производится за забором молоко, делают творог, сметану и так далее. И самая низкая цена именно вот в этом магазине. Так топленое молоко, 3-процентное, стоит всего-навсего 40 рублей. Это вот питьевое молоко. В других магазинах оно 60 стоит. Взяла сметану. Причем сначала с Илюшей взяли одну банку сметаны. А потом вышли. А что одну-то взяли? Сейчас мы ее за 3 не съедим. И дальше что? Дальше пойдем по 80 покупать. Всего-навсего 55 рублей стоит сметана 20-процентная. Таких цен у нас нет. На сметану обычная цена, там, я не знаю, 15-процентная, 69 рублей. Там, ну, 62, может быть, какая-то акция, если идет. То есть 55 рублей, это просто цена суперская. Вот поэтому взяли с ним сразу две упаковки. Ну и, конечно же, постоянно, по возможности, когда там бывают, берут творог, добрая буренка, вот в таких вот упаковках. Это 9-процентная, это 0,5% жирности. А цена разнится всего на рубль. Это 40, это 39. Или 38 бывает, по-всякому. И что хочу сказать. В магните вот точно такой же творог стоит 58-59 рублей. Он дороже в магните на 20 рублей за пачку. Вот такая вот разница. Поэтому очень выгодно покупать именно при магазине. А творог хороший, такой, не кислый. Мне он очень нравится. Берем с удовольствием. Итак, продолжу показывать то, что я купила в магазине Победа. Победа мне очень нравится. Хоть там и немножечко подороже, чем в Светофоре, но там очень широкий выбор разного рода товаров. Много овощей. Кстати сказать, забыла. Этот раз в Светофоре продавали лук. Несмотря на то, что в Светофоре овощи не продают. А этот раз был лук сетками. Продавали по 17 рублей за килограмм. Это я вот удивилась. Ну так вот. В Победе всегда очень много овощей. Была морковь. Причем морковь прям крупная, намытая по цене. 9 рублей 60 копеек всего-навсего. В то время как в том же Окея 30 рублей килограмм стоит моркови. А там всего 9,60. И говорю, выбрать можно просто отлично. Была мытая, была не мытая. Цена одна. Крупная, хорошая, шикарная морковь. Что я даже не удержалась. И купила себе вот килограммчик. Вот. Мытая, классная, хорошая морковь. 9 рублей всего-навсего 60 копеек. Не бросайте меня кирпичами. Почему у меня, у деревенского жителя нет моркови. А вот потому. Вот нет у меня в этом году моркови. Купила себе ее. И потом мы в деревне купим попозже туда. Да и все. По совету своей мамы купила. Вот такие вот шпикачки старорусские. Хорошо выглядит. Маминому вкусу своей мамы я доверяю. Стоят такие шпикачки. 173 рубля 63 копейки. Здесь килограмм. И не сказать, что прям очень низкая цена. Цена такая нормальная прям. Вот. Еще понравились мне, как выглядят вот такие вот сосиски докторские. Сосново-Борская. Сосново-Борская фабрика какая-то. Сейчас посмотрим, где это. Так. Ну, во-первых, продукты охлажденные. Из мяса птицы. Вареные колбасные изделия второго сорта. Сосиски докторские. Подкопченые. Агропромышленный комплекс Камский. Россия, Республика Татарстан. Город Набережные Челны. Вообще, к продукции Набережных Челнов относимся с большим уважением. Всегда делают очень хорошо. Так что будем надеяться, что будет вкусно. И стоят такие сосиски 86 рублей 33 копейки. Недорого. Упаковка полкило. На удивление, в победе колбаса Филеева-Балукова. Балукова очень вкусная колбаса. Мы ее брали в других гипермаркетах. Обычно производится в городе Энгельсе. Филеева хорошую продукцию делает. Стоит эта колбаска 134 рубля 83 копейки. Так, сколько здесь? Скорее всего, полкило или 400 граммов. Да, 400 граммов. 400 граммов. То есть, в принципе, тоже не низкая цена. Нормальная. Но дешевле, чем в других магазинах. За 15 рублей для Вани взяла сок. Сок мой, зеленое яблоко. Это именно сок. Нектар рядом стоял. Тоже там яблоки с чем-то, с персиками уже. 15 рублей также стоил. Но только то не сок, а нектар. Нектар это совсем другой напиток. Также для Вани взяла вот такое вот пюре. Яблоко сливки. Яблоко груши сливки. 100% натуральное, без крахмала. С 6 месяцев для детей использование возможно. Так, 90 граммов стоит 21 рубль. Я ему покупала что-то подобное. Ну, съедает. Прям я рада. Не знаю, как, что он это ест. Хоть какие-то... Хоть в таком виде в него попадают овощи, фрукты. Потому что они иногда злаки содержат, каши какие-то, там сливки, что-то вот. Ну, ест. Ну и, конечно же, не могла я пройти мимо шоколада, который продается в магазине Победа. Шоколад Победа пористый, сливочный. Здесь 60 граммов. И стоит он 29 рублей. 29 рублей. Ну и вес, конечно же, 60 грамм. Вкусный. Брали мы уже пористый шоколад. Очень нравится. Яшкина молочный шоколад с бисквитными шариками. По цене что-то 31 рубль 29. Ну, тоже какая-то вот смешная цена. И 34 рубля всего-навсего шоколад горький коммунарка, который 55 рублей стоит в фикс-прайсе. Здесь всего 34 рубля. Тоже покупали. Правда, ну, плитка 90 граммов, но он вполне себе приличный. Вообще не хуже, чем другой шоколад. Ну, и самое интересное, еще мы в Победе купили сахар. Сахар упакован в большой пакет. В этом пакете садись раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Где-то 21 пачка, почему-то странное такое количество, по 900 граммов. Каждая упаковка стоит 25 рублей всего-навсего такой сахар. То есть, если посчитать на килограмм, получается очень хорошая цена. Рядом сахар продавался в другой упаковке на развес. Там 5 килограмм в 150 рублей за килограмм. То есть, 30 рублей, да. Рядом еще какой-то сахар, по 41 рублю. А сахар в бакее сегодня, я посмотрела, по 50 рублей вообще за килограмм стоит. Ну, и в общей сложности потратили 1685 рублей. Вот такие покупки мы совершили в Победе. Дорогие друзья, если вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии. И нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить наше новое видео. До новых встреч. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова